Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа событий недели. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в заседании Президиума прав комиссии по оригинальному развитию страны под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хусновлина. Правительством страны утверждена федеральная программа строительства на пятилетний период до 2027 года, куда вошли объекты, которые будут строиться на условиях софинансирования региональных бюджетов и федерального центра. В рамках стратегии развития строительной отрасли ЖКХ Республики разработан проект комплексной региональной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта более 400 объектов капитального строительства Карачаева Черкесии. Все они сформированы на основе предложений правительства и глав муниципальных образований. Впереди большая работа по реализации программы. Рашид Семрезов дал поручение правительству республики работать в тесном контакте с федеральным министерством. Кто получит бесплатную юридическую помощь? Какие изменения внесены в закон о республиканском материнском капитале? Эти и другие вопросы были подняты на рассмотрение в парламенте Карачаева Черкесии на 45-й сессии. Депутаты Народного собрания обсудили 14 вопросов. Альбина Ламкова продолжит. Пленарное заседание начали с обсуждения о внесении изменений в проект закона об оказании бесплатной юридической помощи. Его рассмотрели в двух чтениях. И законопроект одобрен. В нем представлен расширенный список льгот участникам СВО, права и обязанностям мобилизованных граждан. Предоставление бесплатной юридической помощи для данных категории лиц сейчас актуально и своевременно, обозначил в своем обращении председатель комитета парламента Карачаева Черкесии по законодательству и государственному строительству Владимиру Малатов. Закон носит социальный характер. Значит, мы решили поддержать наших ребят, которые проходят военную службу на Украине, а также граждан, которые проживают на территории Карачаево-Черкесской республики, принимающих в части специальные военные операции. Значит, закон будет действовать в отношении самих граждан, а также членов их семей. На 45-м пленарном заседании были внесены изменения в закон о республиканском материнском капитале. Речь шла о выплатах на четвертого рожденного или усыновленного ребенка. Изменения внесены на основе обращения граждан. Суть в том, что в действующей редакции закона распоряжаться средствами республиканского материнского капитала можно было не ранее, чем по стечении трех лет со дня рождения или усыновления четвертого ребенка. После его пересмотра можно не ждать этого возраста. Теперь же список направлений, на что можно потратить материнский капитал до достижения ребенка трехлетнего возраста, расширен. Независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. «Инициатива – это было обращение граждан нашему коллеге-депутату Экзекову, сели поработали и выпустили вот такой перечень. Я думаю, что это улучшит как использование». Также на заседании были приняты изменения в бюджет республики на 2023 год. Уточнен объем безвозмездных поступлений. Внесены изменения в расходную часть с учетом доходной части. Парламентарии подвергли изменению и ряд других законов из-за их пересмотра в федеральном законодательстве. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе из Карачаево-Черкесии в зону специальной военной операции отправились несколько десятков бойцов. Совсем скоро они присоединятся к подразделениям, которые сейчас находятся в новых регионах страны и выполняют поставленные руководством задачи. За отправкой наблюдал наш корреспондент Артур Махце. У большинства из тех, кто должен был отправиться из Карачаево-Черкесии в новые российские регионы, уже имеется боевой опыт. Ранее они в течение нескольких месяцев находились в зоне специальной военной операции. Потом были курс реабилитации, отпуск и вот новая командировка. На плацу около автобусов стоят несколько групп людей в военной форме. Кто-то делится с коллегами воспоминаниями о недавнем отпуске, другие уже настроены серьезно, вновь воспроизводя в памяти предыдущие поездки. В их числе боец с позывным «Пират», который в первый раз отправлялся в зону спецоперации в феврале прошлого года. Миссия важная – борьба с фашизмом, с нацизмом. Людей 8 лет истребляли. Мы сейчас пришли туда, чтобы навести порядок, искоренить нацизм, фашизм на Украине. Главное не тупить, чтобы все было думать головой, если начинается обстрел, прятаться. Ничего страшного, в принципе, нет. А этот человек едет для защиты мирного населения новых российских регионов в третий раз. Он, как никто, понимает, насколько важно быть едиными, поддерживать друг друга, помогать чем только возможно. Уважаемая Карачаево-Черкесия, я хочу попросить всех, у кого есть возможность, чтобы мы сами туда поехали, пока они сами сюда не приехали, чтобы наши сёстры, наши матери это всё не видели. Всем желаю добра, удачи, крепкого здоровья. Есть среди бойцов и те, для кого нынешняя поездка первая. Они отправляются в качестве добровольцев, внимательно слушают бывалых военных, учатся на их опыте. Долг каждого из нас, который думает о будущем наших детей, в первую очередь, для детей, чтобы они жили под мирным небом, а во-вторых, чтобы наши родители не боялись выйти ночью на улицу в тёмное время, чтобы им было мирное небо над головой. Почему иду? Потому что я считаю, что это мой долг, долг каждого мужчины защищать своё отечество, свою семью. Поэтому иду. Защита Родины. И вот последние наставления от командира. Вещи в автобусах, пора в путь. Время для отдыха будет позже. А пока эти бойцы с нетерпением ждут прибытия в зону военной операции, где для них многое знакомо. Они точно знают, как вести себя в той или иной ситуации. Знают, что необходимо для выполнения задач, стоящих перед военнослужащими российской армии. И понимают значимость того, что должны сделать. Артур Макцелек Махожев, Вести Карачао-Черкесия. Тёплые вязаные вещи и письма со словами поддержки. Студенты Северокавказской госакадемии совместно с партией «Единая Россия» отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации. Всероссийская акция партии приурочена ко Дню Защитника Отечества. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. На территории Северокавказской академии собрали груз для отправки военнослужащим. Студенты сшили 600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков. Ректор гордится своими учащимися. И в скором времени готовится ещё более масштабная отправка. В первую очередь здоровья и сохранить в своей жизни нашим ребятам, всем, которые там находятся, и вернуться домой, домой с честью, с победой. А вот этим девочкам, которые рядом со мной стоят, это студенты нашего колледжа, студенты нашего факультета дизайна и лингвистики. Хотел бы им выразить огромную-огромную благодарность и признательность за тот колоссальный труд, который они сегодня делают. Они сегодня в две смены в нашей швейной лаборатории нашего факультета дизайна и лингвистики работают. Мы создали для них какие-то условия, которые были необходимы для этого. И вот они приняли такое решение. Они шьют нательное бельё, которое очень необходимо. Сегодня, видите, зима, холод. Я думаю, что и тепло, которое и бельё это даст, и тепло, которое даст от того, что они вкладывают в свои сердца, тепло сердец своих, оно каким-то образом будет полезным. Каждая посылка сопровождается письмом бойцу в целях поддержки и поднятия боевого духа военного. Всероссийская акция партии «Единая Россия» «Тепло для героев» – это своеобразное продолжение благотворительной акции «Бабушкина забота», в которой активно принимали участие и жители республики. И вообще наш регион попал в десятку лидеров по количеству отправленных посылок. Уверен, что эта работа будет продолжаться. Сегодня мы отправляем 450 комплектов, уйдут в 34-ю бригаду, и 150 комплектов уйдут в 100-ю бригаду, где также проходят службы у наших мобилизованных ребят. Мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная и очень необходимая. Каждый желающий житель республики может внести лепту, принести теплые вещи и письма. Все собранное и необходимое может отправиться очередным грузом военнослужащим в ближайшее время, говорят в «Единой России». Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. 15 февраля – очень важная дата в календаре – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для нашей страны это и трагическая, и героическая страница в истории. В первую очередь для воинов-интернационалистов, которые воевали в Афгазинстане 10 лет. Эта война унесла жизни более 15 тысяч советских воинов, среди которых 42 жителя Карачаева-Черкесии. Их имена навсегда останутся в истории и народной памяти, как имена отважных мужчин, с честью выполнивших свой долг перед Отечеством. По традиции, 15 февраля в парке «Победа Черкеска», где установлен памятник воинам-интернационалистам, прошло памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине вывода войск из Афганистана. В нем участвовали ветераны боевых действий, представители органов власти, общественных организаций республики. С памятного мероприятия Али Баташ. 15 февраля 1989 года. В этот день последние подразделения ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана на родину. Эта памятная дата объединяет всех россиян. Она была введена в знак памяти о соотечественниках, проявившись самоотверженность и преданность родине в период участия в боевых действиях за пределами страны, говорили выступающие. Пришли сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения тем ребятам, которые не смогли вернуться домой, которые отдали самую дорогую жизнь во имя выполнения задачи, поставленной родиной. Это не только касается Афганистана, это касается всех локальных конфликтов, которые были за этот период, в 20 веке, к сожалению, очень богатые были на эти. Хочу выразить большую признательность тем, кто пришел сюда, кто счел нужным в этот день, прийти на это место и отдать дань уважения и памяти нашим боевым товарищам. Каждый год войск 25 декабря и вывод 15, мы всегда отмечаем здесь, делаем возложения и проводим уже определенные мероприятия по данному дню. Память павших солдат и офицеров почтили минутой молчания. Рамазан Бадахов, ветеран боевых действий Афганистане, неслужбу старшим разведчикам в 66-й бригаде. Походил в службу с 85-го по 87-й. Сперва был в учебке в Ашхабаде, потом после учебки в Афганистане, в городе Джалабаде, в 66-й бригаде, служил в разведзводе. Разведчиков обычно, у них выходы, засады, было всякое. Если я вот сегодня вам интервью даю, значит, Всевышний помог. Я вот пользуюсь случаем, хочу поздравить всех шуравей с этим великим праздником. А ребят, которые остались там, земля им пухом, с живым здоровьем. Мы в строю, любое время, и Родина, если призовет, сегодня вот специальная военная операция идет в Украине, мы готовы, мы пойдем, если Родина скажет, мы пойдем. В 10-летнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов, среди них 42 жителя Карачаева-Черкесии. Мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам, расположенному в Черкесске на площади Кирова. Али Баташев, Ислам Румов, Вести Карачаева-Черкесия. На этой неделе на 64-м году шел из жизни бывший глава муниципального образования Черкеска Евгений Михайлович Биланов, более 15 лет руководивший городским депутатским корпусом. Глава республики Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования его родным и близким, отметил, что вклад Евгения Биланова в развитие Черкеска трудно переоценить. За годы плодотворной деятельности он показал себя прекрасным руководителем, настоящим профессионалом и человеком, неравнодушным к судьбам людей и их чаяниям. О государственном деятеле, заслуженном враче России Карачаева-Черкесии, сюжет Артура Мхце. Евгений Биланов родился в Краснодарском крае в 1959 году. Окончил медицинский институт в Ставрополе. Однако в куда большей степени оказался связан именно с Карачаево-Черкесией, где в 80-х годах прошлого века начинал свою трудовую деятельность в детской больнице тогда ещё областного центра. В 1991-м Евгений Михайлович возглавил городскую станцию скорой неотложной помощи, руководителем которой был вплоть до избрания в 2007 году председателем Думы муниципального образования. Если кто-то смотрит со стороны и видит, что депутаты только сидят и поднимают руки, а всё они пропускают все проблемы и все споры пропускают через себя, через своё сердце, через свою душу. Ну, просто Евгений Михайлович был человек, который мог выслушать и понять каждого по любому вопросу, по которому к нему обращались как коллеги, так и граждане. Депутат четырёх созывов Евгений Биланов активно участвовал в обсуждении вопросов развития региональной столицы. Возглавив депутатский корпус муниципального образования в 2007-м, он оставался его руководителем в течение 15 лет. Был членом Политсовета городского отделения «Единой России». Встречался с населением в общественной приёмной и во время проверок реализации национальных и региональных проектов. Участвовал в деятельности депутатских комиссий. За многолетний труд Евгений Биланов был награждён государственными наградами, а также званиями заслуженный врач России и Карачао-Черкесии. Работавшие с ним коллеги с трудом верят в то, что его больше нет. Для меня огромный такой вот стресс даже, то, что вот в таком полном расцвете сил ещё, и ушёл от нас такой вот порядочный, очень добрый, отзывчивый человек. За время работы у нас было много всяких ситуаций, из которых Евгений Михайлович, конечно, умел находить выход. Считал своим долгом, как бы, оказать внимание и поддержку всем, кто к нему обращался. Царствие небесное, пусть будет земля ему пухом. Артур Махцы, Олег Монхожев, Вести, Карачао-Черкесия. Некоммерческий не значит неподотчётный. Сегодняшний гость нашей программы Ахмат Батыев, исполняющий обязанности начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства России по Карачао-Черкесии, рассказал корреспонденту Фатиме Дауровой о порядке предоставления отчётности некоммерческими организациями. Ахмат Анзаворович, скажите, пожалуйста, в чём заключается важность предоставления отчётности некоммерческими организациями? Прежде всего, стоит сказать, что некоммерческие организации осуществляют социально значимые проекты в обществе, в сфере образования, науки, культурных целей. В этой связи является логичным и правомерным, если общество и государство в лице уполномоченных органов будут контролировать их деятельность. В связи с этим законодатель как раз установил отсутствие коммерческой тайны в деятельности некоммерческих организаций, поскольку они не извлекают прибыль и не распределяют её между участниками. Это будет основной деятельностью только коммерческих организаций. В связи с этим, сведения о финансово-хозяйственной деятельности должны представляться самими некоммерческими организациями, поскольку это является важным аспектом в процессе осуществления государственного контроля. Каковы сроки и порядок сдачи отчётности? Ежегодные до 15 апреля года, следующего за отчётным годом, то есть, если, например, это 22-й год или, ну, давайте возьмём, 23-й год, то за 22-й год надо отчитаться до 15 апреля 23-го года. Отчётность содержит информацию о деятельности некоммерческой организации, сведения о поступлении денежных средств, о расходовании денежных средств, в том числе поступления из иностранных источников. Также там должны быть содержаться сведения о составе руководящих органов и работников. Для некоторых некоммерческих организаций, которые соответствуют установленным законным критериям, предусмотрен упрощённый порядок подачи отчётов. Это будет уведомление о продолжении деятельности. Критерии для подачи упрощённой отчётности следующие. Это первое – отсутствие финансирования из иностранных источников, отсутствие в числе учредителей иностранных лиц, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Второй критерий – это отсутствие в обороте имущества или денежных средств, некоммерческой организации, денежных средств, превышающих 3 миллиона рублей. Соответственно, если они подпадают под эти критерии, они могут предоставлять уведомления о продолжении своей деятельности вместе с заявлением о соответствии указанным критериям. Отдельно стоит сказать про общественные объединения, которые являются в данном случае исключением. Они предоставляют, помимо ежегодных отчётов о своей деятельности, размещая их в сети интернет, предоставляют также в любом случае сведения об объёме иностранного финансирования. Допустим, если оно отсутствовало, эту форму отчётности необходимо предоставить, проставить прочерки или нули в соответствующих строках и предоставить информацию о продолжении своей деятельности с заполнением очень простых форм наименования, руководителей, состав членов, участников и так далее. Что касается способов подачи отчётности, это можно сделать лично, либо через представителей, почтовым отправлением с описью вложения и загрузкой на специальный портал на сайте Минюста. Также следует учитывать, что если организация подаёт отчёт в упрощённом порядке в виде уведомления о продолжении деятельности, то отчёт о своей деятельности предоставляет нет необходимости. Это взаимоисключающие отчёты, либо первое, либо второе. Все ли некоммерческие организации издают отчётность в одно и то же время, в один и тот же период, или есть особенности для каких-то других некоммерческих организаций? Что касается особенностей и подачи отчётности, нужно сказать про три важных момента. Первое, это касается религиозных организаций. Религиозные организации практически у нас освобождены от подачи отчётности в случае, если отсутствует иностранное финансирование в её деятельности. Следующее, это некоммерческие организации, которые занимаются благотворительностью, и используют ящики для сбора благотворительных пожертвований. В таком случае они обязаны отчитаться о расходовании этих денежных средств, об объёмах поступлений денежных средств, в установленном законном порядке и в формах, которые также размещаются на сайте Минюста. Всё это доступно, открыто. В случае возникновения вопросов сотрудники им выходят, помогают, соответственно, на заполнительные бланки. И третье, последнее, это касается организаций, которые включены в реестр иностранных агентов. У них отчётность разделяется на три вида. Это ежегодные, ежеквартальные и полугодовые. Ежеквартальные они подают информацию о своей деятельности, об объёмах финансирования. Ежегодно они подают сведения о мероприятиях, программах к этим мероприятиям. Также они за полугодовые подают уже об объёмах финансирования и составе руководящих органов. Перечислять всю отчётность по иностранным агентам нет смысла, потому что есть много отдельных аспектов, которые требуют индивидуального подхода к коммерческим организациям каждый раз. У нас сейчас иностранное финансирование, как таковое, уже не может быть основанием для квалификации иностранного агента, поэтому нужно отдельно подходить к этому вопросу. А у нас в республике есть такие организации некоммерческие, которые относятся к киноагентам? Нет, в Врачао-Черкесской республике иностранных агентов нет. Что касается не сдачи отчётности и ответственности за это, у нас установлено законом о мере реагирования в отношении таких некоммерческих организаций. Вначале это будет предупреждение с предписанием устранить нарушение и всё-таки придётся подать эту отчётность. В дальнейшем это будет составление протокола по делу об административном правонарушении с соответствующими последствиями. В дальнейшем, если это повторится, это будет основанием для направления искового заявления о ликвидации некоммерческой организации и запретом будущей деятельности. 17 февраля исполнилось бы 85 лет Аскербии Суюновичу Кирееву. Его вклад в ногайскую литературу и журналистику не оценим. Он основатель первого в Карачево-Черкесии и ныне издающегося журнала для детей на ногайском языке «Маметекей Адуванчик». На творчество Аскербия Суюновича огромное влияние оказал его друг и наставник, один из основоположников ногайской литературы Фазиль Абдулджалилов. Благодаря ему Киреев много писал для детей и о детях. Аскербий Киреев перевел десятки известных зарубежных произведений на ногайский язык. Смотрите подробности. Человек, проникший в тайну детской души. Так, без преувеличения, можно сказать об известном ногайском поэте, посвятившем жизнь детской литературе Аскербии Суюновичу Кирееве. Более 50 лет он писал стихи, книги для детей. И эти произведения приносили в каждый дом радость. Продолжает радовать читателя созданный им журнал для детей «Маметекей Адуванчик», который недавно отметил свое 20-летие. Аскербий Суюнович был очень интернациональным человеком. К нему в гости, вот у нас все время, вот мы работали с ним в выходные дни. В субботу, в воскресенье у нас двери «Маметекея», можно сказать, не закрывались. К нему приходили люди всех национальностей. Он всех встречал, со всеми разговаривал. Он голос свой никогда ни на кого не повышал. Он с улыбкой встречал, с улыбкой провожал. Окончив с отличием 7-летнюю школу, Аскербий Суюнович поступил в педучилище без вступительных экзаменов. Он со школьной скамьи отличался стремлением к знаниям. Много читал, и уже тогда можно было заметить в Аскербии Кирееве человека творческого поэта, говорят знающие его люди. А произведения, которые выходили из-под его пера, это бесценный вклад в журналистику Карачева-Черкесии. И сегодня мы, сотрудники газеты «Нугайдаусы», мы вспоминаем Аскербии Суюновича с большим уважением. Мы ни на один день не забываем о нем. Мы все его ученики, и вот каждый день, над каждым номером, когда мы работаем, мы вспоминаем его, вспоминаем его уроки и говорим светлая память Аскербии Суюновичу. Мы долго-долго будем хранить его в своих сердцах. Заслуженный работник культуры России, народный поэт и заслуженный журналист Карачева-Черкесии Аскербий Киреев, автор почти 30 книг. Он перевел десятки известных зарубежных произведений на нагайский язык. Большое значение Аскербий Суюнович придавал именно детским произведениям и был убежден в том, что любовь детей к искусству и поэзии будет способствовать их всестороннему развитию. Я вдвойне благодарен судьбе, что был знаком с талантливым поэтом, профессионалом своего дела Аскербием Суюновичем Киреевым. Имя Аскербия Киреева навсегда останется в нашей памяти. А произведения Аскербии Киреева, читаемые по сей день, читают произведения Аскербии Киреева от молодого велика. Я считаю, что Аскербий Суюнович Киреев счастливый поэт. Аскербий Киреев умел своим добрым нравом радовать людей и в памяти знавших его лично останется прежде всего отцом дружной семьи, прекрасным светлым человеком, щедрым верным другом и преданным избранному пути литератором. Аладинаева Светлана Кукова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сохранение родного языка – залог существования народа. В средней общеобразовательной школе села Чапаевская прошло открытие недели родных языков и был проведен открытый урок. Также здесь представили блюда карачаевской кухни и изделия народного промысла. Алихан Лепшоков подробнее. Этот открыт урок является первым мероприятием, открывающим неделю родных языков. Учащиеся среднеобщевразовательной школы села Чапаевская имени Смайла Хачерова читали стихи на родном языке. Также знакомились с национальной кухней карачаевского народа. Одной из главных задач является воспитание, любви к родной речи детей со школьной скамьи. И поэтому нам необходимо уделять этому особое внимание, отмечает директор среднеобщевразовательной школы села Чапаевская Ачемез Малсугенов. Мы пытаемся донести до каждого ребеночка о том, что он носитель родного языка и он должен владеть своим родным языком. В рамках этой недели будут проведены различные мероприятия, конкурсы, смотры и конкурсы сочинений. Любовь к родному слову проявлялись в выступлениях юных чтецов. Также учителя ознакомили детей, наглядно показывая богатую кухню карачаевского народа. Безусловно, язык является основным духовным фундаментом каждого народа, подчеркивали педагоги. Также учителя рассказали учащимся об известных поэтах.